всем привет с вами как всегда я дмитрий фреско и вы смотрите кулинарную пропаганду некоторое время назад я вам показывал рецепт совершенно замечательного французского блюда косуле если кто-то пропустил ссылочку на него повешу в конце этого видео так вот одним из основных ингредиентов этого лангедокского блюда являются тулусские колбаски или сосиски нет пожалуй все-таки колбаски потому что сосисками в русской кулинарной традиции принято называть изделия которые можно есть и сырыми а колбаски все-таки бывают предназначены и для жарки например меня прямо-таки атаковали десятками замечаний зажрался своей испании где мы это у себя тулусские колбаски возьмем да там же где я в холодильнике вы что же думаете такие колбаски в нашей испанской дыре что продаются до черта с 2 поэтому несмотря на то что в ролике с косуле я вкратце рассказал про эти колбаски сегодня покажу рецепт во всех подробностях тем более что там тех подробностей это кот наплакал мясо для этих сосиска колбасок я засалил вчера внимание на экран привет сегодня на улице жуткая жара к тому же очень влажно поэтому по-быстрому подготовлю мясо и оставлю в холодильнике на ночь и засаливаться набивкой займусь завтра для начала нарежем мясо кусочками с половиной грецкого ореха это у меня пашина со снятой шкуркой этап на самом деле совершенно не обязательно если вы сразу собираетесь прокрутить все сырье в мясорубке не набить колбаски но это займусь этой процедурой завтра а просаливаться мясо нарезанным такими небольшими кусочками как колбасики говорят просаливаться в шроте она будет и быстрее и равномернее правлю нарезанное в дежу тулусцы подсуетились и получили на рецептуру своих колбасок сертификат происхождения апельсион дорижен контроля ну так же как на вина получают так вот согласно этому сертификату делаются эти колбаски вернет должны делаться исключительно из свинины содержать при этом 75 процентов нежирного мяса как правило на это идет плечо и 25 процентов свиного сала с грудинки это важно потому что сало с разных частей свиной туши обладает разной тугоплавкостью и например сало с хребта более тугоплавкая лучше всего использовать на колбасы в которых важно сохранение рисунка этого сала на срезе то есть там где сало должно остаться такими кусочками а эти колбаски предназначены для жарки для тушения для гриль например короче для таких способов обработки в которых контролировать температуру практически невозможно а значит сало при таком способе заведомо растопится и потечет поэтому здесь нужна грудинка или пошина короче вырезаю все до победного конца теперь что касается соли потерпите немного по умничаю совсем немного соль добавляется в колбасы не только для вкуса соль смешиваясь с жидкостью повышает астматическое давление на стенки клеток эти клетки в результате стенки лопаются и жидкость клеточная выходит наружу она содержит в том числе и белки и вот эти вот белки в жидком состоянии смешиваясь с салом с жиром при интенсивном вымешивании образуют эмульсию фарш становится более кликим более однородным добавлять соль в колбаске надо в зависимости от ваших вкусовых пристрастий из расчета там 14 18 грамм соли на килограмм фарша внимание в этом рецепте я использую обычную морскую никакой нитритный здесь не надо добавляю 15 грамм точную рецептуру вы видите в описании ролика почему не надо нитритки потому что удел этих колбасок повторюсь еще раз такой же как например у котлеты из рубленого мяса то есть колбаски мы зажариваем или тушим или готовим на гриле а нитритку добавляют когда когда нам нужно избежать бутулизма при хранении мы их не собираемся хранить у нас морозилки будут лежать либо сохранение красного цвета оно возможно только если мы не перегреем продукт а эти колбаски мы заведомо перегреем и жарить будем либо третий вариант для вкусовичинности здесь он нам тоже не нужен второй обязательный ингредиент черный перец я его вилю в ступке вообще не покупаю молотый черный он чрезвычайно быстро выдыхается и остается одна горечь если нет ступки можно завернуть этот черный горошек в салфетку и поработать молотком или скалкой еще немного еще чуть-чуть ну вот так будет достаточно и перец отправляется к мясу пахнет волшебно обожаю запах свежемолотого перца а теперь надо старательно перемешать и для этого как всегда воспользуюсь своим чудо агрегатом вымешивать надо до тех пор пока мясо не приобретет такую липкость в моем миксере на это уйдет наверное 35 минут как бы стоял и смотрел смотрите какое мясо многовато жилок они прям таки наматываются на лепесток миксера собственно на этом подготовительный этап завершился осталось накрыть мясо пленкой и отправить его в холодильник до завтра процесс просаливания и созревания мяса можно проводить и после набивки в этом случае пропускаем все мясо через мясорубку добавляем соль перец по рецептуре вымешиваем до образования эмульсии но сразу поймете фарш липкий такой станет начнутся такие ниточки вытягиваться когда будете разрывать кусочки после чего набиваем колбасы и оставляем созревать при комнатной температуре 18-20 градусов при комнатной не как у нас сегодня плюс 32 на сутки после чего можете смело готовить жарить парить запекать готовить на гриле в холодильнике такие колбаски после созревания спокойно пролежат двое-трое суток при 0 плюс 5 при такой температуре если же сразу весь объем колбасок не переработаете то замораживайте морозилки хранятся они бесконечно долго пока вы смотрели это увлекательнейшие я надеюсь путешествие вчера я тут все подготовил молоть буду мясорубки на решетке с самым крупным диаметром отверстий из тех которые у меня есть это 8 миллиметров чего долго болтать поехали почему чем крупнее тем лучше дело в том что чем сильнее измельчаем мясо тем больше сока на теряет этот сок надо связать жиром в эмульсию как мы это делаем при приготовлении вареных колбас сосисок сарделек но эмульсия штука не стойкая при нагреве таких эмульсионных колбас до температур выше 80 градусов эмульсия чаще всего расслаивается на жир и воду и сардель получают отек то есть получается такая сухая котлетка в сосисочной оболочке а под оболочкой еще и бульончик плечется вот чтобы этого не происходило при приготовлении такой эмульсии надо очень точно контролировать температуру фарш не должен нагреваться до температуры выше 12 градусов затем еще и при тепловой обработке нужно за температурой следить не перегреть их ни в коем случае выше 80 тот еще геморрой поэтому условиях сегодняшней жары мне проще порубить мясо как можно крупнее чтобы кусочки мяса как можно меньше потеряли того самого сока который мне потом придется связывать и жиром в эмульсию ну собственно все смолол теперь мне надо правильно вымешать этот фарш до образования этой самой эмульсии так профессиональные колбасники не скидывайтесь не будет здесь такой эмульсии какая нужна для классических сарделек здесь только добиваюсь липкости нет все за чудо ребята не нарадуюсь но вот сколько бы я сейчас мучился по сегодняшней тажере вымешиваю это все а миксеру хватит наверное минут пять ждем все вымесилось миксер убрал шприц поставил подготовился все для того чтобы не отнимать ваше время сначала надо заполнить емкость фаршем видите даже перчаточки нацепил чтобы своими волосатыми ручками фарш не трогать сейчас вопросы начнутся от шприц а я про него уже рассказывал специальный ролик снимал в конце ссылочку повешу для тех кто его еще не видел но вот так емкость на месте поехали раньше набивал колбасы при помощи мясорубки но со шприцом оказалось в разы удобнее просто несопоставимы трудозатраты это у меня говяжья чрева хранится в засоленном виде в холодильнике перед набивкой я ее промываю от соли в прохладной воде и даю полежать в этой же воде минут 10-15 и можно набивать колбасы вангую сейчас начнутся вопросы где купить вот честное слово смешные люди спрашивают так и тянет и на раз ответить заезжайте в лесную лавку доллар из то что на хуан карлос тюаладе так сначала немного выдавить фарша чтобы весь воздух из цепки вышел вот так мы теперь здесь завязываю узелок примерно так и поехали так вот возвращаясь где купить люди но вы же живете все в разных местах у нас одно место общее интернет вот я например брал эту оболочку в интернет-магазине на ebay интернет сам магазин территориально на территории великобритании находится а вы живете может в минске или в москве или в киеве или салехарде ну так поищите в интернете магазин что поближе к вам я например имел дело с магазином ем колбаски и в других выпусках про колбасу вам про него рассказывал и всячески рекламировал классный магазин прекрасный сайт хозяин магазин колбасный технолог и на сайте форум есть он там и рецепты и видосы выкладывает казалось бы вы мне сейчас скажете вот и говори всем покупай в магазине ем колбаски говорил несколько раз а мне в ответ я живу в германии он сюда не отправляет я живу на кипре он сюда не отправляет но вы правда думаете что у меня других дела забот нет кроме как искать для вас те магазины которые вам вышлют в каждую вашу страну ленивцы вам в голову не приходит что я уже убил уйму времени для того чтобы снять ролик чтобы вас развлечь работа над ним роликом съемка монтаж цветокоррекция звук прочий геморрой занимает 22 24 иногда 28 рабочих часов то есть два с половиной три рабочих дня я три дня убил для того чтобы вас развлечь неужели после этого у меня будет время и желание чтобы для какой-то ленивые задницы искать магазин поближе к нему который ему отправит в нужные ему товары пока мне пригорало все бомбило я уж колбасок ты накрутил ну и чтобы на этой минорной бомбезной злобной ноте не заканчивать давайте-ка я прямо сейчас несколько штучек на ильонский манер и приготовлю только сначала приберусь немного перерывчик сковородку смесь оливкового и сливочного масла ну постоянно зрители канала прекрасно помнят этот стандартный французский способ застрю внимание что оливковое масло должно быть обязательно холодного отжима extra virgin очень вкусно и ароматное такое вкусное какое вы с удовольствием стали к примеру бы есть просто так вы макивая его хлебом и ни в коем случае его не перегревайте никакого дыма потому что нам во первых не нужны никакие канцерогены а во вторых перегретое масло стремительно теряет свой аромат отлично сливочная растопилась все сюда отправлять колбаски огонь не сильный еще раз повторюсь и жает надо их минут 20 переворачивая время от времени конечно пока не жается я картошки начищу показывать не буду и так и умеете чистить правда сковороде все шипит и шкварчит нарежу лука в идеальном варианте сюда конечно лучше подойдет шалот он имеет более мягкий вкус чем обычный репчатый он на безрыбье и этот сойдет и резать надо как можно мельче до упустил момент картошку то не посолил а лук именно резать не зумыть его натирать на терке колбаски уже 20 минут жарится красивые самое время положить лук надо дать ему стать мягким а сам займусь чесноком парочки зубков хватит и даже резать не надо раздавлю и сниму сухую шкурку как там лук себя чувствует отлично себя чувствует выкладываю сюда чеснок и сразу же веточку тимьяна буквально полминутки так чтобы масло вобрало в себя все романтические вещества и пора добавить чуть-чуть кислинки немного белого сухого вина супер она сейчас частично выбраться а частично впитается от чего сладкий лук станет кисло-сладким и следом отправляю сюда горчицу вот такую зернами сладкую вообще-то это она называется сладкая на самом-то деле она скорее кисло-сладкая и перемешать аккуратно и уже можно добавить пожалуй немного куриного бульона отлично перемешиваю добавляю огонь и пусть упаривается до загустения минут пять может быть десять короче есть время приготовить пюре ну и пюре сегодня не на молоке а на оливковом масле поэтому сначала надо отлить той воды в которой картошка варилась а затем слить все ненужное старательно разомну все толкушкой для сегодняшнего пюре масло оливковое обязательно должно быть экстра вержин такой же какой мы используем для обжарки колбасок запахом очень вкусные это очень важно честное слово если такого нет забейте приготовьте обычное картофельное пюре на молоке или вообще в качестве гарнира какой-нибудь там рис или жареную картошку приготовьте обычного рафинированного оливкового масла в это пюре плюхать не надо ни в коем случае еще немного бульончика вот так отлично ну что практически все готово осталось снять пробу картошечка колбаски и соус видите как важно мелко резать лук дорежете крупно и никакого вида не будет до веник тимьяна и чеснок и соус уже можно удалить они свое дело сделали ну что тут у нас с колбаски начну конечно же отлично это как котлета только чудовищно сочная потому что в обычной котлете сок у нас удаляется при жарке уходит а здесь он весь остался под оболочкой но к такой колбасе нужно относиться именно как колбасе для горячей еды потому что остынет и весь сок испарится как будто там и не было еще кусочек вот такой примерно в этот раз соусом соус отличный я вам не показал по моему но сладости лука было недостаточно поэтому я добавил немного сахара и сейчас есть такое мощное сочетание винной кислоты сладости лука и сахара горчица придает своей яркости кисло-сладкой это здорово а сколько еще всяких всякости можно с такими вот колбасками приготовить хранить то что у нас не съестся в течение двух дней я буду в морозильнике вот такой специалитет из тулузы да конечно очень многие колбасники и в самой тулузе вот этому классическому рецепту добавляют своих фентифлюшек кто-то кладет мускатный орех кто-то ваш добавляет белый сухой вино кто-то коньяк а кто-то вообще все вместе но я вам показал базовый а дальше вы уж сами фантазируйте спасибо за компанию всем пока да и обычная ссылка на косуле щелкайте и смотрите